И представитель Аэроэкспресса. К сожалению, хочется отметить то, что мы, получается, сами для себя говорим о это. А вот кому хотелось бы это сказать, их, к сожалению, очень здесь мало. А мы, ну и валиды, кто здесь присутствует, это и сами знают, что еще мы говорим. Но, тем не менее, безбарьерное пространство на примере Аэроэкспресса. В современной России всего более актуальна становится тема социальной ответственности бизнеса перед обществом, согласно которой частные компании берут на себя ответственность, активно заботятся о благосостоянии общества в целом. И так называемых социально незащищенных слоев населения. К категории социально незащищенных относятся в частности инвалидов. Социальная ответственность может выражаться, например, в форме предоставления услуг на угодных условиях и организации безбарьерного доступа. Наш доклад мы хотим рассмотреть, нашу доклад мы хотели бы рассмотреть, как организованное безбарьерное пространство на примере Аэроэкспресса. Это компания довольно молодая, которая работает не так давно. Наш доклад основан на моем личном уходе. Вот выжимка, то, что мы взяли с сайта Аэроэкспресса. Компания предоставляет льготный проезд в электропоездах для граждан, получателей социальных услуг федерального и регионального города. Пассажирам с ограниченными физическими возможностями предоставляется при необходимости бесплатная услуга персональной помощи. Вагоны и электропоездов оборудованы откидными рампами для инвалидов в коляске, специальными местами и туалетным комплексом, приспособленным для пользования инвалидами. Так написано на сайте Аэроэкспресса. Напомню собравшимся, что в законе номер 3 от 17.01.2001 года сказано, что доступным является только тот объект, в котором могут воспользоваться без посторонней помощи все категории инвалидов. Такие категории 4. Это инвалиды-колясочники, инвалиды с наружением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению и инвалиды по слугу. Вот плюсы Аэроэкспресса. Это бесплатный подмет, прогресс при наличии необходимых документов, подтверждающих в результате. Отдыхливая теплота, готовность помогать работникам Аэроэкспресса. Быстрота, удобность, комфорт, передвижение на большие расстояния. Однако в организации Аэроэкспресса доступны среды инвалидов, оборудов, наряды зачетов, на которые хотелось бы обратить внимание. И вот наша компания, например, ООСАМИ, позвонила в Аэроэкспресс и в службе поддержки мы поинтересовали. Вопрос был такой. Есть ли пандусы? Ответ был, пандусов нет. Когда мы с Василием, а раньше, когда только Аэроэкспресс начал работать, пандусы были, нам тоже сказали, что пандусов нет. Это обстоятельство отпугивает инвалидов-конляскников. И они выбирают другие способы, иногда не очень удобные, для преодоления тех же самых расстояний. Тем более, что пандусы реально имеются в некоторых составах Аэроэкспресса. Особенно по трём основным направлениям. Это Москва-Шереметьево, Дамагетова-Внукру. То есть пандусы есть, а по телефонному доверию служили поддержки и говорили, к сожалению, немножко не так. И вот моя личная история. Первый раз я поехал в Аэроэкспрессе со станции Савеловского вокзала до станции Лопли. Это было... Это четвёртое направление. Это было 21 июля 2000 года. То есть пандуса не было. Меня работники занесли любезно. И мы доехали до станции Лопли. На станции Лопли пандус, который выходил в город, был заварен. И на выходе в городе стояла палатка торговая. То есть реально, как бы им пользоваться было невозможно, я поехал, соответственно, назад. И написал письма, подробно всё расписал в Аэроэкспрессе. Мне дали такой ответ довольно быстрый. Коротко. Сообщаем вам, что в короткие сроки компания предпринимает всевозможные меры по установке аппареля подвижных составов, курирующих на Лоплинском направлении. Вот. Вторая поездка моя была такая. Пандусы уже были. Я доехал до станции Лопня. И хотел выходить в город. Но работники Аэроэкспресса не смогли открыть калитку, которая была в город. В итоге работник сказал, что спевать там, где бы это не надо, и поехал обратно. Вот. Ну, на Лопню я езжу не просто так, у меня там родители, друзья, и всё такое. Вот. И третья поездка уже была через год. Это было 5 ноября 2011 года. Как бы вот какая динамика развития событий за год. То есть пандусов составить не было ни туда, ни обратно. Работники Аэроэкспресса любезно сказали мне, ну, в следующий раз ты едешь, пожалуйста, с сопровождающим. Ну, видимо, я их замучил своим присутствием, когда я спросил, что, а где вообще другие инвалиды, там, мамы с колясками. Мне говорят, ну, вообще мы это редко видим, раз там, в месяц, два. Вот. И что интересно, что при выходе в город, Лопню, калитка, пандуса была прикручена проволокой с разных сторон и заставлена другими препятствиями. Работники Аэроэкспресса разбирали эту конструкцию минут 7-10 днём, когда я попал в город. И вечером, когда я разбирался, так же они эту конструкцию опять разбирали в такой же примерно время. Вот. Вывод какой? Аэроэкспресс пока не справляется с задачами с барьерной средней на железнодородных транспортах. Услугами Аэроэкспресса без посторонней помощи пользоваться невозможно. Самое обидное, что изначально всё сделано, необходимое для того, чтобы можно было пользоваться. И первый пул у Аэроэкспресса, и уровень и рвона, и вагонов низкий. Вот. Но получается как? То есть сделана хорошая, шикарная машина, и остаётся только просто залить бензином. А бензин рядом. Но вот не работает, к сожалению, не работает. И так часто бывает. Вот. РПО сами считают необходимым. Что касается Аэроэкспресса. Это по минимуму. Закупить 10 мобильных переносных пандусов. Для примера, стоимость одного пандуса мобильного составляет 3000 рублей. И почему 9? Потому что 3 вокзала туда и обратно. Получается, можно эти пандусы хранить прямо на вокзале и при необходимости просто брать и пользоваться. А четвёртое направление уже Савёловский, Ловня. Там ещё есть остановка благополучия. Почему 10 мобильных пандусов. Это если по максимуму закупить для каждого состава по мобильному пандусу. Дальше. Консультации с общественными организациями, созданными самими инвалидами, с реальными инвалидами-колясочниками. По всем практическим аспектам, связанным с безбарьерным передвижением. Даже в закупке и разработке пандусов для Аэроэкспресса. Ещё какие пожелания. Обучение, информирование, стажирование, рабочего персонала Аэроэкспресса о возможных контактах с инвалидами. Вопросы помощи инвалидов при живом контакте. И даже если инвалид не присутствует. Например, работник Аэроэкспресса видит, что пандус для въезда на вокзал перекрыт коробками или запаркован машиной. И инструктаж любого работника быстро исправит ситуацию своими силами или подключив дополнительные ресурсы. Это готовность, что инвалид может появиться в любую минуту. Ну и четвёртый. Это компетентная консультация инвалидов по телефону в горячей линии. Хочется отметить, что пандусы с пероном на вагон и с вокзалом в город. Необходимо не только инвалидам колясок. Ими ещё с удовольствием пользуются и мамы с колясками, пассажиры с тяжёлым багажом на колёсиках, люди преклонного возраста, пенсионеры, которые уже с трудом передвигаются. Надеемся, что факты, сложные в нашем докладе, будут восприняты руководством, а недочёты устранены, что позволит лучшей организации безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями его здоровья. Радуюсь, что все новые объекты сейчас строятся, делаются с возможностью пользования людей на колясках. Уверен, что безбарьерное пространство на Олимпиаде в Сочи в 2014 году будет построено, организовано на высшем уровне. И после Олимпиады пандусы не заморозятся, а будут реально эксплуатироваться. К сожалению, везде эклоризируется, доступная среда. Восчёты, рекламных роликов и так далее, всё хорошо. А когда сталкиваешься практически с этой темой, то, к сожалению, обнаруживается нольство, недочёты, которые, в итоге, являются решающими. Если аэкспрессом ещё можно пользоваться, а обычными электричками, в принципе, пользоваться невозможно. И, к сожалению, что чем дальше от Москвы, тем всё хуже, хуже и хуже. Ну вот, в общем-то, было. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Виктор. Вы знаете, я думаю, мои коллеги поддержат меня. Вы собрали хороший материал. И он не должен просто вот здесь прозвучать, уйти в воздух. Но мы понимаем, и действительно все видят, что здесь надо довести это дело до конца. Другой вопрос. Можно с вашими предложениями о том, какой банус установить, как установить, соглашаться или не соглашаться. Можно пригласить экспертов по этому вопросу для того, чтобы они довели. Но я думаю, как минимум, надо сделать два шага. Первый шаг – это написать письмо, вот с этим материалом я обратился, написано. И попросить, привести в соответствие с федеральным законом социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. Второе. Вот эти материалы, которые вы собрали, вот со Светланой Насачевой свяжите, которая только что у вас купала, и подайте в транспортную прокуратуру с просьбой проверить. Устранить вот эти выявленные барьеры, установленные вами барьеры. Для того, чтобы, если не ответим на первое письмо, или как-то не сделают так, как надо. Надо доводить, вот мне говорю, мы часто сотрясаем воздух, но не доводим до конца. Надо дело довести до конца. Даже не для себя, а для всех других. И тогда люди будут ездить. Тогда не вы один, не на полгода закрыли, вы три раза за год съездите. А тогда другие будут ездить. Я благодарю вас.